Начиная с 1 октября, Управление социальных дел Дагопилской городской думы приступает к оформлению пособий на оплату тепловой энергии. Самоуправление предлагает широкий перечень претендентов на присвоение пособий. Это и одинокий пенсионер без детей, также пенсионер отдельно проживающий от детей или инвалид. Лицо предпенсионного возраста, лицо с инвалидностью, которому присвоено пособие по уходу за инвалидностью. Также семьи с детьми, если есть семьи один или двое детей, многодетные семьи, тем, у кого не присвоен статус малоимущей семьи. Также могут обращаться семьи, где на опекунстве находится ребенок, а также, если в семье есть ребенок-инвалид. Оформить пособие можно в Управлении социальных дел по улице Венебас-8, в Дневном центре социального обслуживания и реабилитации на улице Лепа-С-4, в социальном доме по улице Шаура-28, в поселке Общества слепых по улице Чекру-5, а также в микрорайоне Крыжи по улице Полигона-58. Размер пособия зависит от доходов семьи или конкретной персоны, предусмотренных обязывающими правилами самоуправления. Управление социальных дел располагает базой данных о своих клиентах, поэтому нет необходимости предъявлять справку о налогах, а пенсионерам достаточно иметь при себе паспорт. Не надо брать с собой документы о недвижимом имуществе, о движимом имуществе не надо брать, но это транспортные средства. Берем только лишь справочки о заработной плате за предыдущих три месяца, если человек работает. Если ребенок учится в техникуме или в училище, то справку о размере стипендий за предыдущих три месяца. Также не надо брать документы об алиментах, это мы тоже видим в нашей базе данных. Если только назначены, определено алименты судом, тогда можно взять решение суда. Какие документы понадобятся дополнительно, можно узнать у консультантов управления социальных дел. И не забудьте о сроках действия декларации о средствах к существованию. Она заполняется один раз в три месяца. Вся необходимая информация о пособиях, социальной помощи и услугах размещена на сайте www.socialp.lv. Социальные работники обращаются с убедительной просьбой не создавать очередей. Жилищное пособие назначается в течение всего отопительного сезона, вплоть до 31 марта 2016 года.